Национальность Россия – страна многонациональная. Удивительно. Такого нет нигде в мире, чтобы было собрано такое количество разных традиций, вероисповеданий. Это наша сила, потому что талант наших народов не исчерпаем. Мы не замечаем людей, которые рядом с нами. Потрясающие же есть люди, ученые, изобретатели. Сила нашей страны вот именно в этом, в богатстве национальности. Пора уже собирать камни, не разбрасывать их. Ну, хватит. Разбросали камни во все стороны. Наступил период, когда люди собирают камни в хорошем смысле слова, строят дома, не воздвигают стены, а наоборот, так сказать, строят дороги, которые будут связывать нас. У нас постепенно образовывалась вот такая общность. Мы не русские, как национальность, а вот российский народ – это все жители единой России, большой России. Когда я переехала в такой большой город, я скучала. И такая, знаете, была паника на самом деле. Я говорила, мам, а как так люди не здороваются друг с другом в подъезде? А почему мы не приглашаем наших соседей кушать? Как у нас в Раевке был. Ты приезжаешь, тебя встречает весь поселок. Все тебе рады. Ты идешь, здороваешься. Привет, привет. Ой, а мы плов приготовили. Пойдешь, покушаешь. Если ты сам начнешь открывать для всех двери, люди потянутся за тобой, они начнут так же вести себя. Национальность – это наша глобальная перед Богом фамилия. Люди действительно разные. В разных условиях они живут с разным отношением в жизни. Хотя бы только поэтому. Такого нет нигде в мире, чтобы было собрано такое количество разных традиций, вероисповеданий. Это наша сила. Постепенно образовывалась вот такая общность. Российский народ – это все жители единой России, большой России. Человек же не воспитывается в вакууме. Он живет в семье. Конечно, семья, школа, общество. Люди, которые окружают, формируют человека, его какую-то идеологию в отношении других людей. Если мальчик живет в семье, где отец расист, он невольно становится тоже расистом. Невольно. Даже ты не подозреваешь, что можно думать по-другому и жить по-другому. Человек вообще, когда рождается, он не в курсе дела про расу и ненависть. Он ничего про это не знает. Меня всегда удивляло, когда приезжают в Россию, практически не говоря по-русски, пытаются навязать свою точку зрения людям. Чтобы тебя приняли нормально здесь, в России, ты должен хорошо знать русский язык прежде всего. Ты должен знать хотя бы, какие песни слушают люди. Обычаи ты должен знать людей. Понять сущность этого народа. Какой он этот народ. Чем он дышит. Чем он живет этот народ. И намного становится легче. Намного. Достаточно часто езжу к себе, где я родилась, где национальностей просто целая куча. Там нет столько денег, но там люди все относятся к жизни как к какому-то празднику всегда. И мы на каждые праздники друг к другу ходили и знали их наизусть. И русские, и все-все-все. И все такие дружные. И это все так красочно. Ничего не меняется. Проблемы становятся только все больше и больше. Нелегко это понять. Я вырастушена. Не было противостояния на русские и нерусские. Но улица на улицу, двор на двор всегда. Хотя я два дня назад разговаривал с бывшим скинхедом. Прошло 10 лет. Сейчас совершенно другой человек. Он стал старше. Он встретил других ребят. Ему удалось вырваться. Мотивации у ненависти да просто нет. Разные миры, разный менталитет. Все совершенно другое. Все равно где-то в глубине души мы все равно все в принципе одно государство когда-то. Поэтому то, что политикой время нас раскололо, это не означает, что мы теперь чужие люди. Потому что семья, вот была семья, мама и папа, вот они развелись. Но это же все равно семья. Это же все равно мама и папа. И все равно их нельзя называть чужими людьми. Пройдет 100 лет, на что это будет мама и папа. Все равно будет одна кровь, одна фамилия и так далее. Я привыкла, что вокруг меня живут люди разных национальностей, разного исповедания, разного цвета кожи. Это люди в первую очередь. Потому что не важно, что кто-то ходит в мечеть, а кто-то в церковь. И не важно, кто какому богу поклоняется. Это уникальная самобытность нашей страны. И как следствие, это огромное количество красивых и талантливых людей. Это же здорово. Россия, это симфония народов. У нас жизнь интереснее. Во всех нас есть какие-то негативные стороны. Независимо от национальности, независимо от того, человек какой. Какой вероисповедание, стремится он к богу или нет. К сожалению, мы, обыкновенные люди, ведемся на провокации. Нас легко разозлить, нас легко раздразить. Вызвать из нас желание отомстить. Но любить, это ведь лучше. Мне кажется, нужно уметь прощать. Во всяком случае, это так учил нас Христос. Мы разные. По выплескиванию своей энергии в эту жизнь, по восприятию этой жизни. Разные – это не значит, что кто-то хуже. Мы просто разные. Это надо понять и с этим смириться. Быть терпимее друг к другу. И, может быть, наступит время, где мы станем друг друга. Пусть не больше любить, хотя бы меньше ненавидеть. А если разобраться и покопаться, нам ненавидеть друг друга не за что. Вот просто не за что. А при мне никто не высказывает расовых суждений. У меня слишком междунациональная тусовка. Интерес в том, что мы все разные, не похожи из разных мест. Но мы все вместе делаем какое-то одно общее дело. По-своему его культурно наполняем. Поэтому мы сильнее и более продвинутее. Пойди, пообщайся. Просто вместо того, чтобы сидеть и слушать кого-то, что негр – это плохо, азиат – это плохо, еврей – это вообще ужас. Пойди, пообщайся и сделай свой собственный вывод. Цвет кожи не делай человека хуже. Важно не это, а важно, что у тебя в голове. Если ты сам начнешь открывать для всех двери, люди потянутся за тобой, они начнут так же вести себя. Разные – это не значит, что кто-то хуже. Мы просто разные. Это же здорово. Россия – это симфония народов. Пойди, пообщайся и сделай свой собственный вывод. Все равно где-то в глубине души мы все равно все, в принципе, одно государство когда-то. И вместе воевали, и вместе голодали, и вместе побеждали. Все было вместе. Но любить – это ведь лучше. Потому что мы один, мы один народ, мы россияне. Люди действительно разные. От Москвы и до Владивостока. В разных климатических и экономических условиях. Они живут с разным отношением в жизни, хотя бы только поэтому. И почувствовать себя в одной плоскости, и постараться встать на место другого человека. Ты можешь внутренний эквалайзер поднастроить, чтобы там волны исходящие от тебя слышались. Ни громче, ни тише. В каждой ситуации нужно уметь быть органичным. Национальность – это наша глобальная перед Богом фамилия. И этого нельзя стесняться. Стираются следы предков. Это очень важно. Национальность ведет за собой культуру. Это самое последнее, что разделяет людей. Такого нет нигде в мире, чтобы было собрано такое количество разных традиций, вероисповеданий, талант наших народов, неисчерпаемый. Сила нашей страны в богатстве национальности. Пора уже собирать камни, не разбрасывать их. Ну, хватит. Постепенно образовалась вот такая общность. Российский народ – это все жители единой России, большой России. Когда я переехала в такой большой город, я скучала, как у нас в Раевке был. Ты приезжаешь, тебя встречает весь поселок. Ой, а мы плов приготовили. Если ты сам начнешь открывать для всех двери, люди потянутся за тобой, они начнут так же вести себя. Национальность – это наша глобальная перед богом фамилия. Такое количество разных традиций, вероисповеданий. Российский народ – это все жители единой России, большой России. Человек же не воспитывается в вакууме, он живет в семье. Если мальчик живет в семье, где отец расист, он невольно становится тоже расистом. Невольно. Человек вообще, когда рождается, он не в курсе дела про расовую ненависть, он ничего про это не знает. А при мне никто не высказывает расовых суждений. Интерес в том, что мы все разные, но мы все вместе делаем какое-то одно общее дело. По-своему его культурно наполняем. Поэтому мы сильнее и более продвинутее. Цвет кожи не делает человека хуже. Важно не это, а важно, что у тебя в голове. Чтобы тебя приняли нормально здесь, в России, ты должен хорошо знать русский язык прежде всего. Обычаи ты должен знать людей. Понять сущность этого народа. Чем он дышит, чем он живет этот народ. И намного становится легче. Намного. Я привыкла, что вокруг меня живут люди разных национальностей. Это уникальная самобытность нашей страны. И как следствие, это огромное количество красивых и талантливых людей. Россия – это симфония народов. У нас жизнь интереснее. Ничего не меняется. Хотя я два дня назад разговаривал с бывшим скинхедом. Прошло 10 лет, сейчас совершенно другой человек. Он стал старше. Он встретил других ребят. Мотивации у ненависти да просто нет. Разные миры, разный менталитет. Все совершенно другое. Все равно где-то в глубине души мы все равно все в принципе одно государство когда-то. Поэтому то, что политикой время нас раскололо, это не означает, что мы теперь чужие люди. Мы разные. Это не значит, что кто-то хуже. Надо понять и с этим смириться. И может быть наступит время, где мы станем друг друга. Пусть не больше любить, хотя бы меньше ненавидеть. А если разобраться, нам ненавидеть друг друга не за что. Когда ты плохо работаешь, на твое место берут гастарбайтера по причине того, что они могут то же самое сделать, что ты, а может и лучше тебя. Ты должен просто на своем месте доказывать, что ты лучше. А не то, что я здесь вот родился, я все, я хозяин. Где я родилась, национальности вот просто целая куча. И мы на каждые праздники друг к другу ходили. И русские, и все-все-все. И все такие дружные. И это все так красочно. Во всех нас есть какие-то негативные стороны. Нас легко разозлить, нас легко раздразить. Вызвать из нас желание отомстить. Но любить, это ведь лучше. Мне кажется, нужно уметь прощать. Во всяком случае, это так учил нас Христос. Это же здорово. Россия, это симфония народов. Все равно где-то в глубине души мы все равно все, в принципе, одно государство когда-то. И вместе воевали, и вместе голодали, и вместе побеждали. Потому что мы один, мы один народ, мы россияне. Редактор субтитров А.Семкин